Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Видит ли нас умершие? И да, и нет. В принципе, человек, который по смерти, ну, просто говоря, не по-библейски, идет в ад, потому что ад все-таки не место, это состояние души, он потому туда идет, что ему до всех людей наплевать. Он их не любил, он их терпеть не мог, а да-то другие, повторял он с Артром, что ли. Пакость им делал, по карьерной лестнице, по головам других людей поднимался. Вообще, делал все возможное, чтобы оградить себя от других людей и использовать их как средство для достижения своих целей. И вот что им до нас? Ведь все в вечности только вкратно увеличивается, и добродетели, и пороки. Не любовь к людям становится гиперболизированной, абсолютной. И вот по тому, как человек относился к людям, потом можно и говорить о том, где же он находится. Притом речь не идет ни о детях, ни о жене, ни о муже, хотя бывает, мы к ним тоже относимся по-скотски, а вообще от тех, кого-то, может быть, за людей не считал, политических, религиозных оппонентов, бездомных почему-то мы сильно не любим. Вот по отношению к ним будем мы судиться. И вот такие люди, они и по смерти совершенно равнодушны по отношению к нам. А святые, кто жизнь свою отдал за друзей своих, кто всю жизнь людям помогал, утешал, приводил к вере, эта любовь к людям останется у них и по смерти. Если они святы, если они во Христе, то они видят нас очами Христа. Видите, как святые изображаются на иконах, на золотом фоне. Золотой фон – это присутствие Бога, невидимого Бога. Это не просто красивый фон, художник так видит, дорого-богато. Нет, это присутствие Бога на иконе. Там даже границы не всегда чётко обозначаются. Он в Боге и Бог в нём. И он молится о нас, он ходатайствует Богу о нас, он наш друг, но постольку нас видит, поскольку он во Христе. Поэтому подытожу, тут всё просто. Кто во Христе, тот нас видит. Кто не во Христе, нас не видит. Но чувствует нашу молитву. Не зря же мы молимся об умерших. И если молитва церкви, дела милосердия, дела любви, которые проявляются в том числе и через материальную помощь нуждающимся, через приношение продуктов в храм, посещение спокойных богослужений, все эти дела любви могут открыть глаза умершим. Могут приблизить их к Богу. И по мере приближения к Богу они, если хотите, видят нас сквозь туслое стекло. Естественно, нет никаких глаз, ушей, носов наших душ. Это духовная субстанция, нематериальная. Её можно изобразить только с помощью символов, образов, антропоморфно как-то. Поэтому лучше говорить «ощущает», нежели видит. Если человек видит только себя, то других он видеть не хочет. И чем дольше он в аду, тем дальше он от источника любви, источника видения, видения, источника знаний, чем дальше от того, кого Бог любит. От людей, в том числе от своих родственников. И плохо им не от того, что они переживают, а как же там моя жена, дети или внуки. А плохо им это от того, что то, к чему они привыкли в жизни, их разъедает изнутри. Злоба, зависть, гнев, раздражение, блуд. Обыкновенные привычки зловредные. Наркомания, алкоголизм, курение. Хочешь покурить, а тела нет. Это человек страдает. Душа, повторюсь, это есть человек. Вот такой затянутый ответ оказался бы простой вопрос. Берегите себя, берегите свою душу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий ГрSU Продолжение следует...